привет друзья привет youtube как видите я вернул свою кепочку пришлось купить новую вот но сегодня я вам хочу рассказать не о своей кепочки а об одном интересном магазине в одном из моих любимых магазинов в городе лас-вегас вот сейчас за моей спиной находится антикварный mall antique mall of america американский это самый большой антикварный магазин в городе лас-вегас почему это мой самый любимый магазин и не потому что я прям такой любитель антиквариата моем доме вообще нет антиквариата кроме меня конечно просто это это целая история людей которые всю жизнь собирали барахло и в конце жизни им она не понадобилась поэтому они сюда привозят его арендуют можно арендовать маленький кусочек и продавать а можно просто отдать хозяевам магазина которые очень приветливые иногда они даже могут вам сделать скидку в 10 процентов в этом магазине я в основном ищу музыкальные инструменты один из инструментов я купил это гитара очень интересная кубинская гитара которая сделана из-под коробки кубинский сигар я уже записал ее в трех эпизодах машины короче давайте не будем тянуть в резину и пойдем посмотрим что там интересного можно прикупить это моя тема все я наверно куплю второе видео это просто бомба кто больной Продолжение следует... Продолжение следует... Весь светится, сверкает, пузырьки там летают. И нажимаешь, он загружает пластиночку и слушаешь музыку. Пока не могу... Они очень дорого стоят, я пока ищу. Не могу найти себе по хорошей цене. Но надеюсь, может нам сегодня повезет. И я найду его и куплю. А вот пока тут можете себе купить разные постеры с известными артистами. Такими как Мерлин Монро. Нужна гитарка с автографом Стинга, между прочим. 549 долларов. Гитара говно, конечно. Обожаю этот магазин. Просто здесь дух Америки. Тут все, что люди за свою жизнь покупали очень много лет назад. Это как музей. Реально это просто музей. И вот это все барахло было у людей дома. Реально это просто музей. Не хотите игрушку елочную за 720 долларов? Тут, кстати, люди не только свои вещи, но и вещи, которые не носили когда-то, продали. Реально это просто музей, который не compute. Кстати, здесь можно недорого купить настоящие картины, написанные художниками. Не какие-нибудь там картины, которые на принтере напечатали, а именно реально художник рисовал. Парочку я здесь купил. И недорого, между прочим. Кайф. Пятьсот баксов. Алло, это 4444444. Вызовите, пожалуйста, скорую. У меня палец застрял в четверке. Кайф. Здесь можно просто зашиться на целый день. Это просто какой-то музей. Вот, смотрите, даже продают ручки от пивасика. Лыжи надо? Ничего себе? Нет, нет, просто посмотрите вокруг, и может быть, я что-то куплю. Мы будем веселиться. Если вы видите что-то, что-то любите, просто давайте узнать. Спасибо большое. Вы вовремя. Очень приятливые здесь продавщицы. Пожалуйста, приходите, снимайте. Хотите помощь, хотите тележку вам дадут. Все, что хотите. Блин, сколько же я лет? 90 баксов. Как-то мы с моим другом заехали к одному очень интересному дедушке, который реставрирует старинные автомобили. У него есть машина, за которую мы предлагали полмиллиона долларов, но он так ее не продал. Что интересно, если мне удастся, то мы туда съездим к нему, хотя он уже ушел на пенсию и не работает, снять отдельное видео с ним. И у него самая большая коллекция детских автомобилей, игрушек именно. У него есть самая первая в мире игрушка-пожарная машина, за которую ему предлагали 75 тысяч долларов. Но он не продает, он только коллекционирует. Классный дядька. Когда-то мой отец купил кинокамеру Аврора. И мы с моим соседом снимали художественные фильмы. Ну, как сказать, художественные. Просто хом-видео. Видеокамер не было. Мы снимали на такие камеры. Потом отдавали в проявочную студию, где нам проявляли пленку. А потом на вот таких вот проекторах дома смотрели. Какая интересная вещь. Это сумочка, женская сумочка. Она стоит 29 долларов. Но это не просто сумочка. Это сумочка iPhone. Не просто сумочка iPhone. Где можете звонить, нажимать. Это еще косметичка. А? Кайф какой. Где вы еще найдете такие интересные вещи? Надо студию купить. Полторы тысячи долларов клоуна. Настоящий старинный хобстер. Даже бензоколонка продается. 18 тысяч долларов. Не хотите купить бензоколонку? Какой старинный тренажер, велосипед. Чума. О, это таймер. Это таймер. Кто-то уже проехал 24 тысячи мили на нем. Кто-то работал в секьюрити в казино Дезертим. И вот теперь, спустя много лет, продавил свою одежду. И вот детская железная дорога. Железная. Настоящая детская железная дорога. Ну так нельзя. Ну это моя больная тема, ребята. Медведи, а? Медведи. Медведи. Вот еще одна дизоколонка пристрогована, 330 долларов, стоимость 8000 долларов. Вот тут сдаются вот такие вот пустые секции, где вы можете теперь давайте выставить все свое барахло. Субтитры добавил DimaTorzok $2.25 Субтитры добавил DimaTorzok $2.25 Мне сказали, что есть тут джукбокс. Сейчас мы пойдем его поищем, посмотрим в каком состоянии и сколько он стоит. О, как жалко, все джукбоксы закончились. Вот, сказали приходите попозже. Ну ладно, в следующий раз придем. В этот раз нам не повезло. Джукбоксы закончились. Сказали приходите попозже, будут скоро. Видать очень популярная штука. И все хотят дома иметь такую фешечку. Ну а на сегодня, я думаю, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. У нас уже больше 100 тысяч подписчиков. Ребята, огромное вам спасибо. Всем привет. Всех люблю. Всем любви, здоровья и хорошего настроения. Чао.